Я бы хотела ознакомиться с полномочиями адвоката. Полномочия адвоката по уголовному производству определяется статьей 50 КПК Украины. Таким образом адвокат обязан предоставить свидетельство про право на занятие адвокатской деятельности, а также договор или ордер, составленный на латее Дмитрия Анатольевича. Гранкина, вы знакомились с материном справа? Вознаймолась, но там был Гранкин. Ой, Гранкин, господи, Горнушкин. Горнушкин. Инших материалей у суду немає. С чим я вас повинна узнайомити? Мы предоставили, я насчет адвоката ще. Да, мы предоставили, что он в латее уже с 2006 года. Да, у меня распоряжение, а также мной в суд предоставлена копия письма от 9-го, 12-го, 2016-го исполнительной службы о том, что осужденный Гранкин, ой, Горнушкин, Д.А. Изменил фамилию на латей Д.А. Копию я предоставила. Правда, не надо. Зараз суд з'ясовував вашу думку. Можливості продовження слухання справи за відсутності... Продовжуємо. Що? Продовжуємо. Продовжуємо. Суд ухвалует продовжити слухання справи за відсутності Горнушкина засуджена та його адвоката. Є відповідний матеріал справи заяви, ви з ними знайомилися, тобто заперечення є. Дані особи суд вважає продовженим неналежним чином про слухання справи. У вас інші питання перед початком слухання справи, чи дед чи немає? Є. Пожалуйста. Є. Я хочу выяснить наличие осужденного. У меня в... Господи. В связи с тем, что Горнушкин Д.А. изменил фамилию на Латий Д.А. В апелляционний суд для участия адвоката необходимо было предоставить договор за подписями адвоката Иванишина и Латия Д.А. Однако адвокат Иванишин В.В. предоставив заведомо неправдивый документ, а именно договор за подписью Горнушкин Д.А. вместо Латия Д.А. Таким образом, адвокат Иванишин В.В. незаконно принял участие в судебном заседании, также не имея законных уполномочий, договор недействительный. Адвокат Иванишин И.В.В. предоставил в суд возражения якобы от Горнушкина Д.А. В тот момент, когда они, возможно, были от Латия Д.А. Или просто выдумка Иванишина. Выяснить, кого мы судим. Это очень важно то, что вот я сейчас до судебного имена заседания. У вас есть конкретное колопытание перед судом? Что значит? Кто должен выяснить? Что у вас есть перед судом колопытания? Кто у вас будет? Где за вас засудили? Как за вас засудили? У вас запитание до суду? Вы не имеете право ставить питание? Нет, нет, нет. Это не запитание. Я просто хотела бы выяснить, кого мы сейчас судим. Горнушкина или Латия? Заявник. Я вам уже разъяснювала на колишньому судовому заседанні. Суд зараз никого не судить. Судове решение с приводу засуджения уже разъяснивали. Я неправильно. Розумієте? Что за долучение вашей ответственности с государственной регистрацией актов цивильного стану, сейчас суд это вопрос решит поставить. Я не знаю, что это вопрос. Все, пока не знаю. Пока еще не знаю. Так, что до...